Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале CheckerOut, а это реакция на сериал Саке. Прошлая реакция набрала 10 тысяч просмотров. Вау! Это прям максимум! Ну вот, на реакциях на Саке очень круто, спасибо, что посмотрели. Ну, по сути, сказать мне нечего, прошлая серия была очень крутая, вообще весь сериал крутой. Давайте не будем тянуть, посмотрим и поговорим в конце. Ну, сейчас я покажу, кто вы такой. Сейчас, блин. Хозяин прибегает, братан, кешер, ау, туда-сюда, блин, эту дуру, нахрен, сразу уволил. Я бы просил, отвечаю. Ну, просто мне обидно. То есть мы с вами здесь что, кукурузу охраняем, днем на ночи постоянно гоняем. Да что такое вообще? Эй, днем на ночи дерьмо, халх ты. Конкретно говорю? Да, оборзили. Да, блин, как оно есть, говорю тебе. Не, главное, когда им что-то надо, да, мы, да не халхмой, да помогаем. Лейки, лейки, пожалуйста, полегче. Ага. А нам что, надо, что ли? Эй, кукурузу обычные. Сраная эта, блин, скидка не уперлась вообще. Я говорю, сделаю что тяжелое, а они нам. А вы кто? Блядь. Блядь. Эй, бирайся, сенок ханжохну. А че мы все здесь сидим? Обычно планирую, как бы, альманская рушьева. Ну, черт. О, вообще странный какой-то в последнее время. Че-то, че-то, да. О, и реки. Че там? Че-то, 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 че-то. Бюджет хсарцанна. Все сокрытили. И бюджет, и меня. Ланчик, теперь приятно было с вами поработать. Возьмите береги. Слава богу. Охренеть. Извините, Леонид Зморадович. Я? Проходите. Я? Да, да, да. Спасибо. Уважаемые коллеги, минуточка внимания. У нас сейчас изменился подход. Планерка будет проводиться с каждым по отдельности. Ну, конечно, только сегодня так. Поэтому прошу набраться терпения. И простите за неудобства. Это за маз? Походу, че-то мутит. Тварь. Говорят, Довриной за него уволили. Походу, теперь он тут решает. А не Саян. Они так спокойно при секретарше говорят. Я дико извиняюсь, что сразу не подумали. Может, чай, кофе? Джо, азинь, рахмэр, ауэр, рахмэр. Дазад. Дазад. А? Кофе, чай предложите? Да. Она в наушнике. КОФЕ 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 Короче, мы сделаем так. Все киоски, магазины, там, я не знаю, кафешки, все, что у нас есть на районе, надо сейчас узаконить через управление земельных отношений и найти правильный механизм, законный механизм, чтобы они все платили налоги. Понял? Потому что я сто процентов знаю, что ты их крышуешь, и ты им даешь разрешение. Так я же... Так вы... Савец Аматыч, ну вы же... Ну, когда гости там ближе из этих, там, других городов, там же мы встречаем, чтобы там же деньги не нужны, как бы... Ну, что я вам объясняю? Вы же в курсе, вы же давали поручение. Я не знаю, про какое поручение ты говоришь мне, но то, что ты признался... Это хорошо, молодец. Поэтому иди в кадры, пиши заявление и уходи отсюда. Ты свободен. В смысле? В прямом смысле. Уволен. За что? Ты у нас замок гимн по социальным вопросам? Да. Тогда почему у нас до хрена вопросов и проблем? Я живу тут недавно. Четырех нагретных мам на работу устроил. Куда? У меня же тут на районе пять своих саунд есть. Вот туда и устроил техничками. Слушай, давай тут технично уволюсь. Как уволен? Я же нормально работал, всего лишь за культуру отвечал. Вот как раз культурно и уволюсь. Ну, шеф, я как раз... Как раз тикток сушенш. Тикток сушенш. Трэнтэвлаз. Что еще? Тикток сриктэвлаз. Слушай, давай так сделаем. Ты просто сам напишешь заявление по увольнению. И потом делай, что хочешь. Тикток сриктэвлаз, у тебя будет дохрена времени. Времени у меня не дохера, Савет Саматович. Поэтому давайте не будем вот этот цирк передо мной устраивать. Знаю я все эти политические штуки. Я же как-никак внутреннюю политику возглавляю. Да, сейчас мы уволили всех своих заместителей за то, что они когда-то, где-то мутили движения. Но мы же были в курсе этих движений. И даже имели долю с них. Поэтому давайте не будем строить из себя святого человека. Якобы вы были не в курсе. Моя хата с краю, Деп. И вообще, за что меня уволять? Я без проблем могу предоставить отчеты про дел на работе. Шеф, кстати, по поводу отчета. Ваша жена нам уже сдала ваш отчет. Ну, допустим. Не допустим, а ты допустил. Свободен. Я и так свободный человек. Поэтому меня увольнять не надо. Я сама ухожу. До свидания. Слушай, это у нас кто? Техничка. У нас что, даже технички наглые, что ли? Это Акимат, шеф. Ты у нас кто? Нормально. Ну, ты, это, в Акимате работаешь? Ну, я так понял. Ты не обидися, да, если мы тебя уволим? Я, конечно, не обижусь. Но ты знаешь, чья я? Конечно, знаю. А еще знаешь, чья ты любовница. Если, не дай бог, завтра где-нибудь в соцсетях это всплывет, у вас начнутся реальные проблемы. Поэтому до свидания. Какая ты мразь. Стояться, маточек. Один главный, наверное, потом... Слушай, может, я не зря уволил? Да, нет, шеф, все нормально. Она бы вам все равно не дала. В смысле? В смысле не дала работать в сфере госзакупов. Вот ее, шеф, реально не жалко. Она же у нас ярый коррупционер. Ну да, я с тобой сама. Ну что, теперь будем ждать звонков? Да, если честно, у меня уже иммунитет. Ну, шоу начинается? Начинается. Да, Элике? День и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, Они мне преграды не видать. Действительно, вы, мои друзья, Что там, Саят и Азама... Чего они с ним возятся вообще? Сука, братаны, поехали, а? Двое суток здесь. Эх, похуй ему отравишь? Она, угомни свою, братишка. Давай, выпьем. Тихо, тихо. В общем, у меня есть один план, как прижать этого сукина свина за мот. Да ты заебал с этими планами, Талка. Ну, давай потом уже, а? Мы же отдыхаем. Да давай потом. Да, говорите. Если мы сейчас не будем думать об этом, Потом хремля мы будем отдыхать. Ну, ладно, говори. Короче, Если мы смогли прижать этого, блядь, с Саята, То можем прижать его через Азамата. И как? Короче, я недавно узнал, Что этот Азамат, он с женой поругался. Но этого Азамата за яйца возьмем, блядь. Какой он? В смысле? Кэмш, а хорошо сделаем. Диана! Дедушки. Здравствуйте. Знакомьтесь. Диана. Новая подруга Азамата. Ебанулся, что ли? Он нам жизнь пользует, А ты ему бабу таскаешь, блядь. Ваши кутки гритикизм, Жаман гритикизм, Долгатцын. Блазар, строй, блядь. А кто еще не понял, ОМОН-братишка все расскажет, все. Трюм объяснять. Она с ним начинает общаться, Тащит его на квартиру, Пишет заяву об изнасиловании, все. Рабочая схема. Не просто изнасилование, А изнасилование от заместителя районного акима, Блази, статья 343-я. 320-я. Фух, неспал, понятно. А, Долгатик, А сколько у меня будет на это время? Месяц? Два? Два. Два дня. Это нереально. Шансово, это реально, Если ты будешь уходить, Все реально. И, кстати, Это тебе для начала. Пошел. Кирилл. Может быть, Иной микрофон споешь? Я бы с удовольствием, Но я маленькие микрофоны не пою. Слышал, э? Что у тебя? Реально маленький микрофон, а? Нормально осадила. Я вас понимаю. Купер-ковь-то свой ответ. Но ваш племянник не справился со своими обязанностями. Вы тоже мне поймите. В смысле, когда я думал о народе? Я всегда думал о народе. Давайте, И не будете ко мне лезть, да? Я же к вам не лезу в вашу работу, хорошо? Я решил ли, точка. Все, до свидания. С столовки. С вам тоже всего хорошего. С столовкой? Просто они дают работу. Это охренеть. Давят со всех сторон. Блин, что-то даже матаю. Ну, нет. Скажу, тут лобстеров, креветок, такого личного нет. Нет, это я понял уже, как заходил сюда. Так. Ну, нормальная столовка. Самая, самая вкусная. Вы уже решили? Да, мы решили. Мы решили остаться. Слушаю. Тут с Юмором тоже так себе, да? Так, давайте мне лагман. Ну, что тогда? Хлеб, да? И давайте чай марокканский. А у нас только черный. Ну, гулять-то гулять. Давайте черный чай. Не, как обычно. Тут вообще кто-то улыбается. Кроме нас. Как они достали. Да. Халайсен, Саят. Я что-то не понял. Чем тебе Мокия Вала не устроил? Так ты хочешь сказать? Мой бажуха не справится со своими обязанностями? Это ты имеешь в виду? А что ты сам? Да фига правильно работаешь? А, Саят? Ты что, я не понял? Совсем попутал? Районным Акимом стал и все, что ли? А? Эй, придержи свой язык за зубами. И не лезь в чужую жизнь. Тебя не должно волновать, чья она любовница, чья она жена. Понял? Хорошо, хорошо. Байкад живем. Сиди, байкад живем. До свидания. Одни угрозы, охренеть, маль. Только угрожают. Шеф, еда осталось. Да все, уже аппетита нет. Ты доел? Да. Все, тогда. Поехали. Как они мне стало долбать. Тебя не надо. Да. Да, пап, халайс. Шикарь, шикарь. Возвращалась. Нормально потихоньку, пап. Зашиваемся, а так все нормально. У вас как? Поэтому ты по полгода не звонишь, домой не приезжаешь. Пап, вы же видите, работаю прям вообще. Даже не высыпаю. Ну ты бы хоть позвонил бы, нет-нет. Ты же прекрасно знаешь. Мама нервничает, переживает. А, мама переживает. Так не скажите. Я-то думал, вы переживаете. Так вы ко мне не позвонили бы. Я, в отличие от тебя, Балам, звоню тебе. Я очень рад, что у тебя на работе все нормально. Не буду отвлекать тебя от работы. Здравствуйте. Салву. Как работа? Вот, шокинь. Я тебе так скажу, как в новый район Яким пришел, у нас арена поднялась. Да, ты че? Да, еще хотят выгнать отсюда нас. А вы их выгнать? Куда выгнать? На место вот этих навесов хотят бутики вставить. Бутик же в Симиспо, коллеги. Светло, тепло будет, хорошо будет. Да, ну, просто название будет. Застеклить и все. Вот западный базар на Ковар-Дунгой. Всех выиграли. Черт. Это его суслов. Кто хотел оставаться, аренду подняли и своих поставили. Да, нехорошо это, нехорошо. Да. Саки, просьба. У тебя вроде сын работает в Акимате, да? Да, в Акимате работает. Вот через курс про нашего вот этого урода Акима. Пусть нас не трогает, да? Вот, например, смотри. Карлаш торгует вот зеленьями, да? У него сын инвалид. А вот это у Акима наш, инвалид, полосная комната из Бертугаль, даже Карлаша в прием не пустил. Вот я в глазах хотел посмотреть, как воспитывали вот это родители вот этого нашего Акима. Ой, Карлаша, что-то посмол где-то. Я сколько должен? Ой, всякие, всякие. Ай, Екатерин, где детси нет? Хватит тебе. Извини, конечно, я свою проблему загрузил тебе. А, ничего, ничего, Карлаша. Давай. Я так понял, он про сына услышал. Но я не помню темы насчет рынка. Что-то было, конечно, про бутики. Не-не-не, вы что, я на работе. Я на работе не пью жарсты, конечно. Я тоже на работе. Знакомая ситуация. Не узнаю, ты изменился реально. Свет. Обстоятельства требуют быть правильными, понимаете? Это хорошо, хорошо. Конечно. Да, при нашей работе нужно пахать и пахать. Конечно, с вами полностью согласен. Что-то я слышал сегодня, а ты... Ну, кого уволил, а? Он же вроде не хотел его увидеть. Да, это правда. Ну, так сказать, всех бесполезных, бестолковых надо было убрать. Новый кадр набрал. Чтоб прямо вот все работали, пахали, понимаете? Во благо народа, так сказать. Так и надо работать. Я очень рад, что ты изменился. Многие из правильных госслужащих становятся коррупционерами, а у тебя наоборот. Это здорово. Только вот одного я не пойму. Ну-ка. Мой балдес тоже стал бесполезный? Балдес? Да. А, все, все. И Леш, что ли? Ну, не то, что он прям бесполезным стал. Ну, люди начали на него жаловаться. Мне пришлось его убрать. Взамен ищем другого человека. Страна. Вроде ты знал, что он мой родственник. И зачем ты так с ним поступил? Учти одно, что когда у тебя будут проблемы, когда твоя новая команда, кадры твои, они не помогут. И тогда надо будет сделать звонок другу. Да, конечно, учту. Но поверьте мне, Жара Сокенович, если мне надо будет кому-то позвонить, я точно к вам не буду звонить. Можете не переживать. Я уже к вам как-то обращался. Ах, даже так? Обстоятельства. Гирайт. Ну, пожалуйста, я вас умоляю. Только не говорите, что вы хотите кому-то позвонить и на меня давить. Это бесполезно. Зачем? Я просто хочу забыть тебя. Вот удаляю твой контакт. И ты сюда за руку забудешь, понятно? Замечательно. Все, давай. Все. Приятно было с вами поговорить. До свидания. Кстати, многое не пейте. Здоровья, друзья. Давай, салбов. Сядь, ликвица. Сучонок такой. Тупой. Слушай, полностью пробей мне за этого Саята. Понял, да? Депозиты, счета, квартиры, машины, родственники. Все пробей мне. Мне нужна информация. Понял, да? Павел, шеф. Давай. Сучонок, я тебе покажу, как с моими родственниками объявляться. Тупой. Хорошо, Ага, я понял вас. Хорошо, хорошо. Не надо кричать, я вас понял сразу. Чего? Хорошо. Давай. Ребята, пожалуйста, находите посылки. Там урагашки звонят, напрягают меня. Звонят и звонят. Просто посылки. Проходите, смотрите следующую серию. Посмотрю, как выйдет на YouTube. Так. Ну, досталось сегодня и Саяту, и вообще всем подчиненным. Прикольная серия. Не понял, что там в начале. Что-то как-то... В этом ресторане 50% скидка. Вот эту тему, короче, я просушил, просто упустил этот момент. Поэтому этот особо не вкатил женщины, которые там сидели, типа, что-то переговаривались. Вообще, лучше бы их не показывали. Не надо было, все испортило, всю сцену. Ну, в том плане то, что... Ну, отыгрыши, короче, мне не понравились. Что-то я хотел сказать. Слишком много казахского тут еще было. Не все понимал, конечно. Вот. Прикольная сцена. Ну, так, давайте уж поначалу, собственно. Мы же долго тут начало было. Они что-то обсуждали, бла-бла-бла. Для взят это ходило, короче. Я думал, блин, вы же при ней обсуждаете, алло. Я потом только заметил, что она в наушниках. Вот. Стандартная схема увольнения. Ну, то есть, допустим, сама сцена. Как она показана? То, что... Ну, тут уже не раз этот прием использован. И с таксистами так было. Когда он говорит, ну, один. А там меняются люди. Вот. Этот приемчик клевый. Классно то, что он в итоге всех поувольнял. Красава был тот самый уверенный, который, типа, ты, я все знаю, что ты сделаешь. Но в итоге у него там жена. И я вот думаю, у Саята же тоже полно... Ну, квартиры, там, машины, наверное, какая-то есть. Ну, по-любому какая-то недвижимость. Ему надо избавляться от этого всего как-то, наверное. Почему он... Ну, мне кажется, если он не дурак, то он уже задумался об этом. И давно. Либо они не на него оформлены. Ну, короче... Его, ну, могут вычислить. По-любому, наверное, на этой теме. Так. Жук со своими друзьями. Вот какого черта? Зачем он им? Ну, вот просто. Вот если так логически подумать. На хера этот человек им сейчас? Он уже не в Акимате. Он, когда там работал, ничего не мог конкретно сделать. Толк сейчас от него. Зачем он им? Я не понимаю. Он просто ноет. И ничего, по сути, не делает. Я не знаю, может ли быть он полезен. Вряд ли. Потому что они нашли девочку, чтобы подсунуть ее уже к Азамату. И вот тоже, где логика у чувака? Как они вообще узнали? То, что тот поссорился с женой? Ну, это вообще, я не знаю, какие связи должны быть. Это раз. Во-вторых, ну, учитывая то, что он живет в простой квартире. У него нет машины. У него там нет денег и так далее. Сунуть такую девушку... Возможно, конечно, она предстанет перед нами в другом образе. Но вот то, что я сейчас видел, типа... Он не смотрит на таких. Он вот так вот наверх глаза поднимет. Ей надо быть простушкой. Вот тогда, да, тогда будет интересно. Но и тоже два дня. Что там может произойти за два дня? Как она... Это что за суперкрутая девчонка должна быть такая? Чтобы его соблазнить к нему, попасть в квартиру? Фиг знает, фиг знает. Так. Ну, то, что они предпринимают план, конечно, молодцы. Вот. Так, столовка. Хорошая столовка. Я, конечно... Ну... Мне кажется, не такие столовые, конечно, в Экиматах. У нас в мэрии... Ну, то есть не у нас, а вообще. Я был в мэрии, в столовке мэрии. Я там не работаю. Там все куда ужасней. Типа как... Ну, в школу. Типа того. Другое дело, конечно, в комнате, где кушают... Как раз таки шишки. А, вот, может... Ну, нет. Там-то общество было. Короче, это все не важно. Замут то, что уже он опять же отвечает. И там кучу ему предъяв летит. Хотя тут они просто все по очереди... Так, ладно, все. Вот. Разговор с отцом. Клево то, что... Сын к нему на вы. А тот на ты. Ну, типа уважение и так далее. Я все понимаю. Но... Это, конечно, вопрос... Такой. Можно пообсуждать. Я, допустим... Я против общения на вы. Вообще. То есть мне проще на ты. Это как бы... Такую стену ломает передо мной. И... Ну... Я думаю, вы понимаете, да? Типа человек ближе мне будет, если я буду с ним разговаривать на ты. Вот. И поэтому как-то... С детства у нас вообще нет такого. Типа мы все говорим... С семьей. Или там... С друзей. Ну... Со старшим поколением на ты. Если... Ну, там, допустим, тети, дяти и так далее. Ну, нет. Не со всеми, конечно. Но уважение при этом сохраняется. Оно как бы есть. Ладно. Сцена с... На рынке. Он... К нему обратился саке. Я что-то... Я, походу, не знаю смысла слова саке. Вот. Но... Блин. Как все-таки стрёмно было отцу, наверное, слышать такое о сыне. Ведь он у него там работает. Причем районным Акимом. Мне, конечно, изначально показалось то, что там о другом говорят. Просто я и сам не помню этой темы с рынком. Ну, может, она и не поднималась, конечно. Не знаю. Я сейчас думал то, что ему плохо станет. То, что он схватится за сердце и так далее. Вот. Ну, как бы, конечно, здоровый, но... Мужчина пожилой. Так что этот немного переживал уже за это. Ну и, собственно, красивая сцена. Концовка сериала. То, что... Как он вообще туда пришел? Наверное, тот его позвал уже сам болтать, типа, за своего знакомого, ну, родню. Сам-то в итоге скринцовый, этот его прогнал тогда в прошлый раз, типа, вообще даже не обращайся ко мне. Хотя он его родню уже на тот момент взял и тот работал, там все было нормально. А как он отказал, так он с него еще и сейчас спрашивает, типа, какого черта ты уволил там его? Ты не охренел, мужик? Так, иди-ка ты в жопу. Вот. Так, ну что, они, по-моему, в прошлый раз еще зарекались, что не увидятся. И в этот раз точно так же. Я надеюсь, что это был последний раз. Но если нет, этот собирается копать. И что-то как-то переживаешь. За азамата пока не переживаю. Не знаю, надо увидеть, что там будет с девушкой. Потому что все там планы какие-то и то, что они там пытались копать под него, все было безуспешно. И тут какая-то девушка. Что-то не знаю. Вот за азамата сейчас уже этот... Немного начинает... Начинает переживать. Он, конечно, сам не боится этих угроз. Что-то я много болтаю, да? Вот. Он, конечно, не боится угроз, но... Чувствую, что-то будет, короче. Вот. 12 серий. Осталось 4, по-моему, или сколько. Не знаю. Супер крутой сериал. Я все больше уже не буду ничего вам говорить. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если что, этому видосу. Пишите комментарии. Спасибо всем. Вообще благодарен всем, кто смотрит. Все на этом. Спасибо. Всем пока. Check it out.